Ролик создан при поддержке сообщества ВКонтакте, то есть с Андроид. Привет подписчики, геймеры, гости канала и все кто находится под ту сторону экрана. У микрофона как всегда Илья и сегодня я подготовил новую подборочку игр для наших Андроид устройств. Ставим большие пальцы вверх, пишите комментарии и мы начинаем. И первая игра на сегодня это Герои огнем и мечом. Если вы любите хорошее РПГ и прям не можете оторваться от подобных игрушек, то данный проект явно для вас. Перед вами онлайн РПГ с большим количеством игроков, довольно качественной прорисовкой и конечно интересным геймплеем. Мы выбираем своего героя, совершаем подвиги и становимся королем новых территорий. В игре будет много различного рода квестов и вам конечно же нужно будет выполнять задания. У каждого перса кстати есть свои уникальные особенности, а также сильные и слабые стороны. Само собой все это нужно учитывать при схватке с другими игроками. Мы используем магию, заклинания, вооружаемся мечом и вперед на эту битву. Также само собой используем общий чат для общения с другими игроками. Игрушка очень большая и здесь в целом вообще нет ограничений, поэтому все зависит только от вас. Доступна она конечно же бесплатно, так что зацените. Ну а мы идем дальше и вторая игра на сегодня это Highway Traffic Driver. Игрушка посвящается всем любителям ездить с шашками в городском пространстве. Здесь мы должны проехать как можно дальше и конечно же заработать много денег. Мы получаем игровую валюту за трюки, которые совершаем по ходу заезда. Это к примеру выезд навстречку или проезд рядом с другим автомобилем. На заработанные монеты мы уже покупаем новые автомобили, улучшаем их характеристики и персонализируем свой транспорт. В игре на самом деле очень много всего, здесь несколько погодных условий, а также режимов. Из режимов нам доступен поток со встречкой, одностороннее движение, гонка на время и режим бомба. В бомбе мы уже управляем таким вот большим автобусом и не можем сбавлять скорость, иначе просто взорвемся. Игрушка доступна бесплатно и уверен она вам понравится. Ну а третья игра на сегодня это World Tank Race, сумасшедшие гонки на танках. Мы покупаем танк, выбираем уровень сложности, локацию и вперед на эту бешеную гонку. Наша задача это обойти соперников всеми возможными способами. Мы подрезаем их на поворотах, стреляем из пушки, подбираем бонусы, расставляем различного рода препятствия и не щадим никого. На заработанные монеты уже покупаем другие танки, которые обладают лучшими характеристиками. Игрушка получилась реально очень веселой, особенно если играть по мультиплееру. Доступна она также бесплатно, так что зацените. Ну а следующий участник нашего обзора это Factor Z. Еще одна забавная аркадка с довольно тяжелым геймплеем. В здании просто очень много врагов, и вам нужно незаметно пройти в другую дверь. Нас поджидают зомби, бандиты и спецназ, и все явно не желают нам добра. Используем подручные средства, передвигаемся быстро и подключаем свою голову. Просто так здесь пробежать у вас вряд ли получится, поэтому нужно максимально продумывать свои действия. В игре реально очень много уровней, и само собой, чем дальше вы будете заходить, тем они становятся тяжелее. Как таймкиллер игрушка просто отлично, визуально она тоже приятная, так что попробуйте. Доступна она, конечно, бесплатна. Так, ну а теперь я предлагаю посмотреть на довольно интересную головоломочку Quadro Puzzle. Перед нами логическая игра с простым управлением. Цель данной игры состоит в том, чтобы вращать блоки, и таким образом создавать линии одного цвета на экране. Как только мы собираем более пяти элементов, то квадраты сгорают, и мы получаем за это очки. Таким образом мы стараемся набрать максимальное количество баллов, чтобы пройти на следующий уровень. В игре, кстати, есть система рейтингов, поэтому если вы преуспеете в этом деле, то это увидят и другие игроки. Перед нами именно отличный способ убивать во время с пользой. Мы здесь тренируем свою внимательность, мышление и логику, и доступна игрушка бесплатна. Ну а следующая наша игра на сегодня, это пазл-платформер, очень сильно напоминающий своим стилем лимбо. Основной особенностью данной игры является разнообразие главных героев. Мы будем поочередно играть каждым из трех персонажей, либо или клагом. Ну и конечно будем использовать их уникальные способности. Основной же задачей игрока станет возволение товарищей героев из плена. Сделать это будет, конечно, непросто, поскольку на протяжении 10 уровней вас ждет просто множество головоломок, опасных врагов и ловушек. Стоит игрушка 148 рублей. Heroes Reborn Enigma теперь доступна бесплатно в магазине приложений. Я решил еще раз рассказать о данной игрушке, потому что до этого она была на платной основе. Это увлекательная головоломка экшена от первого лица для наших мобильных платформ. В игре у вас будет возможность раскрыть эту зловещую тайну. Сыграйте на более чем 30 уровней и постоянно развивайтесь, улучшая по мере игры свои способности. Чтобы выжить, вам придется освоить смещение во времени, телекинез и управление временем. Игрушка реально очень классная и пока что она бесплатная, я советую вам ее скачать. Кэтч 2D платформер и просто отличная головоломка. Встречайте героя новой игры от издателей, получивших просто многочисленные награды. Кэтч точно не оставит вас равнодушным. Перед нами именно 2D платформер с обоятельными персонажами, отличной физикой, яркой графикой и оригинальным звуком. В игре реально будет много интересных уровней и необыкновенных миров, поэтому играть будет точно интересно. Доступная игрушка бесплатна, при этом она очень качественная, так что рекомендую. Infinite Horizon аркада на скорость реакции. Покорить дистанцию сотню препятствий на фантастическом корабле сможет лишь самый настойчивый и быстрый игрок. На одной планете, на которой расположены только каменные колонны, вы должны пролететь на своем космическом корабле как можно дальше, избегая препятствия. При этом мы должны собирать еще и кредиты, чтобы открывать другие транспортные средства. Перед нами довольно хорошая проверка на реакцию и доступная игрушка за 38 рублей. Ну и последнее на сегодня. Rodeus Time Pitch очень веселая аркада с кучей зверей. В этом таймкиллере нам необходимо скакать вверхом на диких животных, набрасывая на них лосо. Заркантий, буйволов, зебр, слонов, страусов и остальных африканских зверей. Для этого кидаем на них лосо и таким образом перепрыгиваем от одного животного к другому. Наша задача это весело так путешествовать по саванне и думаю у вас это получится. Игрушка бесплатная, так что зацените. Ну что ж, а на этом я на сегодня заканчиваю. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Также вступайте в сообщество ВКонтакте, то есть с Андроид. А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.